Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть в игру Хастл Кастл, да у меня был большой перерыв, но вы просили, просили, я сделал все-таки небольшую вылазку, но это не суть, это не суть, ребята, в первую очередь, конечно же, я хочу вас всех поздравить с Новым Годом, с наступившим 2018 годом и пожелать вам здоровья, ребята, счастья, денег побольше, чтобы хватало не только вам, но и на вашу спутницу, или жену, в общем, не имеет значения, чтобы вы были в достатке, вот это самое главное, ребят, ну а теперь немного, наверное, игры, хотя я думаю, что мы будем сейчас говорить про игру, солдат у меня здесь выиграет, я в этом не сомневаюсь, поэтому предлагаю вам немножко поговорить со мной на чистоту, точнее буду я с вами говорить, что у меня в планах на 2018 год, по крайней мере в ближайший квартал, я хочу здесь взяться за некоторые проекты, которые собираюсь, в принципе, довести до конца, ну, если у меня получится, конечно, это все показать, я сделаю, я постараюсь это сделать, но если нет, ребята, извините, я потом вам как-то кардинально это объясню, вторая часть моего плана, это раскрыть, раскрыть свои подписки, свои лайки, дизлайки, которые вы все время меня просите показать, показать, думаете, что я какой-то там выдумщик и накрутки себе делаю, нет, ребята, все по чесноку идет, я вам скажу одно, как только 5000 наберется, я вам сразу открою, 5000 подписчиков всего лишь, когда наберется, я вам открою, да, несмотря на то, что канал у меня существует, хрен его знает, сколько времени, но год уже, наверное, точно, я стараюсь, но, видимо, не умею, так сказать, правильно пользоваться всеми изысками этого ютуба и тегами, в общем, так вот у меня получается, ребята, хотя, на самом деле, я стараюсь, но стараюсь, честно говоря, я для вас, ну, люблю я играть, ребята, люблю, честно скажу, что люблю играть я для себя, я не привык вот это играть на камеру, с озвучкой, я обычно в тихомолочку все это делаю, потому что у меня, по большому счету, нет большой возможности озвучивать, показывать себя на камеру, потому что у меня бегут дети здесь, ну, вы, как бы, должны это прекрасно понимать, у меня все-таки, как бы, канал такой, знаете, хоть он и детский, и вроде бы, как бы, для среднего возраста, я не знаю, и для, вообще, у меня разносторонний, как вы понимаете, да, я могу проходить и серьезные игры, и в то же время могу проходить игры на Android, детские, и в то же время с жестоким насилием, как бы, нет у меня разграничений, я не могу играть в игры одного типа, они мне очень быстро надоедают, поэтому я, мне приходится, точнее, прыгать с одной игры на другую, вот, многие игры, как бы, остаются где-то позади, некоторые игры я продолжаю все-таки проходить, опять же, не без вашей помощи, потому что вы мне пишите в комментариях, а, Рэй, когда там будет выходить та-то часть, когда ты будешь продолжать то-то, я сразу вспоминаю, что, да, действительно, у меня там заброшена какая-то игра, и я к ней возвращаюсь, и начинаю, естественно, снимать. Как вы поняли, звать меня, на самом деле, не Рэй, а звать меня Алексей, но Рэй, это мой псевдоним, он мне очень нравится, и менять я пока его не буду. Единственное, что я хотел бы поменить, это, наверное, заставку на своем YouTube-канале, потому что, на самом деле, она свист, кто-то фиг знает откуда, и поставлена чисто для комфорта. Раньше, если бы вы видели, что там было, вы бы, наверное, ужаснулись. Ну, да ладно, наверное, первые мои самые подписчики это видели и прекрасно помнят, как это все выглядело. И канал мой тоже менялся три раза, он назывался вначале Рэй Плей, потом он назывался Вин Рэй Плей, потом Игромания, и, в конце концов, я обратно вернулся к своему Вин Рэй Плей. Вин Рэй Плей, это означает, как Рэй Победитель и Играющий. Ну, нелепо, конечно, звучит, но, тем не менее, как есть, как оно было задумано, так я вам часто говорю, как на духу. Под градусом человек сидит с бутылкой шампанской в обнимку, вот. Вот, помимо этого, еще ни одна бутылочка выпида была, вот. Ну, как говорится, мы разговариваем с вами по душам. Но, ребята, в то же время я жду от вас, так сказать, какой-то экстремальной помощи в плане того, что... Вы понимаете, у канала есть канал, но снимать я могу то, что мне нравится, то, что я играю. Но вы также пишите в комментариях какие-то свои пожелания по прохождению каких-то определенных игр. Или вы хотите сделать, чтобы я, точнее, сделал на нее обзор. Ну, только немножко по-своему. Может быть, это, конечно, скучно, нудно. Не люблю я, конечно, прикалываться. Я люблю проходить, знаете, как вот взялся, проходить. Не люблю употреблять матов. А если употребляют, то это чисто случайно. Может быть, где-то на взводе. Ну, в общем, не это суть, ребят. Суть в том, что все-таки хастл-кастл игра прекрасная. Мы в нее. Это, кстати, самая длинная серия вообще из моих игр в данный момент, которые существуют у меня на канале. Я, как сказать, я даже не жалею то, что в свое время я взялся за этот проект, когда он был просто ничтожным. Грубо говоря, когда я зашел в него, на канале вообще не было про него обзоров. Вообще никаких. Ноль. Просто ноль. И я подумал, ребят, ну а почему бы не снять эту игру? Я вначале решил, как и обычную Android-игру, сделать там пару серий, как ознакомительные. Но, как видите, затянула она меня на год. Практически скоро уже будет год. Мы, наверное, с вами отметим этот юбилей. Я очень хочу поздравить всех-всех ребят, которые играют в эту игру замечательную. Никогда не отчаиваются. Поверьте мне, здесь все можно добиться своими силами. Да, конечно, я не спорю. Очень много уходит сил, очень много уходит времени. Но оно того стоит. Она все-таки великолепна, интересна. И, как вы видите, разработчики все-таки не покидают нас своими обновлениями. Хотя не так часто. Ну и хотелось бы сказать, что, ребят... Ну, я обращаюсь к разработчикам. Ребят, ну давайте немножко поменьше доната. И как бы... Я понимаю, конечно, что у вас там деньги, оправдание своего релиза, там, то все, пятое-десятое. Но мы же обычные игроки, мы же смертные. Мы же тем более живем в России. Ёлки-палки. Ну, сделайте вы для нас хоть какой-то смягчающий там контент. Пускай там китайцы будут отдельно, там, Европа тоже отдельно. Но мы русские, как бы... Ну, давайте по-нашему, короче. Ну, вы поняли. Вот. И что же, в планах у нас проходить дальше, ребята, игру эту, развивать наш клан. Ну, это я говорю моим соклановцам. Вот. И остальным ребятам хочу отдельный привет передать. И в их очередь входит клан под названием Самозванцы. Очень-очень хороший клан, ребята. Никогда меня не подводил. Всегда присылают подарки. Ну, не в подарках, в принципе, суть. А суть в том, что эти ребята были... Как сказать? Наверное, мы проще скажем так. Когда я начинал играть, а я начинал играть, наверное, из ряда... Ну, не скажу, что первых ребят, ну, где-то практически возле хаев там крутился. Нынешний хаев. То бишь, на начале. Отставал я буквально на два месяца. Вот. Как вышел релиз игры, я начал ее снимать. Еще раз повторю, что я просто собирался ее показать всему народу. Какая она интересная игра. Хотя еще сам, в принципе, в ней не разбирался. Но, тем не менее, как видите, затянуло капитально. И причем, мало того, что она меня затянула. Она затянула в эту игру кучу народу. И, в принципе, я шел как путеводная нить в этой индустрии. Объяснял, рассказывал, ну, по крайней мере, то, что я знал. И старался показать все аспекты этой игры. В принципе, чего я и придерживаюсь. Я больше все-таки и обзорщик, и игроман в одном флаконе. Вот, в данной игре. Это вот про нее именно можно так сказать. И, в то же время, я, ребята, ненавижу предателей. Да, мы заключали свое время сделку. Хотя, не с главой, вроде бы, если не ошибаюсь. А, может быть, это и глава был. В общем, я не буду говорить, с каким кланом. Но он, тем не менее, нас предал. И у нас были небольшие разборки. Ну, как разборки. Разборок не было. Были просто частичные нападения. Которые просто нервировали в свое время. Потому что они тоже были на уровень выше, чем мой новоиспеченный кланчик. Я, в принципе, своими ребятами очень доволен. И я хочу отметить. Вы уж извините меня. Но я не могу просто промолчать про таких ребят, как Халк. Это просто выдающийся парень, который идет по отсеву всякой швали из нашего клана. Ну, не обессудьте, конечно, ребят. Шваль это, так сказать, нужное именно слово. Потому что много всяких разведчиков, всякой хренью заходит. И, ну ладно, мы отвлеклись. Потом Ильдар у меня идет. Сейчас ко мне вернулся очень-очень-очень хороший, замечательный человек. Который давненько как-то меня на начальном этапе покинул. Но, слава богу, он вернулся. Это Рошад. Я рад его снова видеть у себя в клане. Я очень тебе признателен, что ты вернулся в свое время. Ты занимал место того же самого Халка, как ты помнишь. Но так как ты ушел. Причем, не объяснив мне причины, мне пришлось передать эту должность. Вот. И вообще, если по большому счету брать те ребята, которые служат, не служат, а, как сказать, играют в моем клане именно. Я вообще просто отличные ребята. Просто изумительные. Вот я могу выделить, если честно, вот десяток ребят, за которых я могу поручиться. Десяток. Я за всех не могу ручиться, но за десяток точно. И я надеюсь, это будет в дальнейшем. У меня есть такой Вовка Калашников, который практически там, ну, он очень хорошо, он очень хорошо себя проявляет. Он стремится. Я не знаю, правда, играет он сейчас в данный момент или нет. Но на данной, на данной, точнее, скажем так, две недели, две недели ступеньки перепрыгнем, да? На том этапе он себя показывал очень хорошо. Ребят, конечно, меня не устраивает в этой игре есть небольшие нюансы, да? Например, на арену, да? Чтобы попасть на нее, мне приходится, представляете, по 40-50 минут ждать, чтобы я попал на бой, хотя ролик у меня занимает 20 минут. Я просто не укладываюсь в это время, ребят. Я хочу показать, я хочу стараться. Я вот всеми фибрами своей души хочу показать, как я дерусь на арене. Не попадаю. Разработчикам писал. Они вроде бы что-то там изменили, но никакого результата хорошего я в этом не вижу. Думаю, если они после новогодних праздников отдохнут, расслабятся, возьмутся за ум, они все-таки как-то это исправят. Мне хотелось бы в это верить. Согласитесь, все-таки плюшки хочет иметь каждая. Вы сами понимаете, о чем я говорю. Именно об артефактах. Вот. Хотя, если честно говоря, что у меня ребятушки, которые стоят на прокачке, сейчас минимальный уровень. Вот в данный момент для меня, именно для моего уровня, нужна соточка. Соточка. А вы помните, да? 85-й, 93-й, 92-й уровень. Это на данный момент, но это никуда не годится на самом деле. Вот. А по 7 штук вкладывать за кристаллы, чтобы их прокачать, я считаю, это как бы грабеж средь бела дня. А почему? Потому что они не учитывают, что в эту игру все-таки, по большому счету, играет молодежь. Даже, я бы сказал бы, ниже молодежи. Начиная, грубо говоря, от 9-7 лет до 15. Это ладно, мы с вами старые пердуны, как я, которые могут зарабатывать, обеспечивать себе какой-то определенный донат. Да, я не спорю. Ну, далеко ли вы, ребята, на этом уйдете, а, ребятушки программисты? Ну, пора бы немножко снизить планочку. Ну, хотя бы сделайте вы, елки-палки. Ну, короче, вы понимаете, о чем я говорю. Вы это прекрасно знаете изначально все, к чему я вам все это говорю, к чему я вас призываю. Но вы, тем не менее, как упертые бараны сопротивляетесь, не понимая почему. Ладно, бог вам судья. В общем, я сказал свое мнение. Я надеюсь, что меня многие поддержат в этом плане. Вот. Ну, да ладно. О чем мы с вами еще можем поговорить? Да, есть у меня еще одна идейка, один план, который я хочу реализовать. А какой я уже забыл. Черт подери, вот оно шампусик-то бьет в голову. Блин, да что ж такое-то? Так, ребят, давайте немножко крутанем. Крутанем. Блин, да что за хрень-то, а? Блин, почему меня на ржа... На ржа... На ржа... На ржащ пробивать. Наверное, над своей же глупостью. В общем, планы у нас таковы. Мы с вами будем развиваться, как ни в чем не бывало. Никто не донатит. Никто ничего. Потихоньку будем кроптеть. Развивайте в первую очередь свой замок, ребятушки. В первую очередь развивайте, качайте все свои комнатки, чтобы у вас герои развивались по максималке. Все ваши комнаты приносили максимальный доход. Это, в принципе, основа этой игры. Не покупайте, пускай это будет сказано во зло донатерам, программистам, которые внедрили сюда эту собаку. Там, кто у нас там еще есть. Единственное, что здесь стоит покупать, если у кого есть денежка лишняя, это двойной доход. Я надеюсь, прекрасно все поняли, о чем я говорю. Вот этот. Ну, и для избранных, конечно, если кто-то может себе позволить, это будет у нас гоблин. Так, посох, чудеса магии, 89 уровень. Очень-очень интересно. А ну-ка, давайте-ка я сейчас кое-что гляну. Ну, короче, у меня получается типа кацплея, который был втихаря, где-то независимо от камер. Я не светил свое лицо, я просто вам все озвучил, все свои планы в дальнейшем. Ребята, ну, опять же, многое, что зависит от вас. Вы все-таки моя помощь. Если вы хотите помочь в развитии канала, я уже не говорю там про донаты, там про все там подобное. Просто помогите мне своими, хотя бы сказать так, мыслями, что вы хотите увидеть, что вас интересует. Я пойду вам навстречу, поверьте мне. Ну, а на этой ноте я, наверное, буду завершать свое видео. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующих выпусках уже в новом году. И продолжим играть в разные интересные игры. А на этом все. Всем пока. Удачи вам.